Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Комментбай. На этом объекте стоит отопительно-газовый прибор с открытой камерой сгорания, где выход 130 мм. У заказчика стояла изначально проблема. Если вы посмотрите, вот здесь вот потеки, вот потеки, вот потеки. То есть котел, когда работал, он периодически отключался. Ну и конечно-то эти вот ржавые потеки заказчику просто не нравились. Что произошло? До нас приехали люди, сделали точечный ремонт. Почему он точечный? Труба не загильзована, труба кирпичная. Кирпичная труба сделана из силикатного белого кирпича. Здесь просто установили вот такой бандаж и провели кусочек трубы и поставили наверх грибок. Здесь замазали, но это детали все. Что в дальнейшем произошло? А произошло следующее. Конденсата стало еще больше. То есть решили вопрос с этими вот потеками, но появилась другая проблема. Появилось большее количество конденсата. Почему появилось большее количество конденсата? Объясняю. Потому что появился вот этот вот холодный участок, холодный участок неутепленной трубы. Чему это привело? Здесь перепад температур и конденсата стало больше и он появился уже в помещении. Я, к сожалению, заказчик против того, чтобы я показал жилые комнаты. Но это личное пространство никаких проблем. Начали появляться уже потеки, мокрые потеки на стенке. И это было неприятно. Ну и, конечно, обратились уже к нам, для того, чтобы мы решили проблему. Эту проблему мы будем решать. Мы полностью будем загильзовывать овальной трубой. Почему овальной трубой? Потому что здесь кирпичная кладка 120 на 230. Овальная труба, чтобы соответствовала диаметру 130, используется 100 на 200. То есть, если вы не знаете, что можно так делать, пожалуйста, потому что 130 труба сюда не войдет, 150 не войдет. Соответственно, мы сечение дымохода не можем уменьшать ни в коем случае. Мы его можем только увеличивать. Поэтому все кирпичные шахты должны быть загильзованы. Ну, не ладно. Не только кирпичные. Все полностью шахты должны быть загильзованы трубой из нержавеющей стали, либо другим материалом. Какой другой материал? Это может быть керамика. Но там очень много особенностей. Поэтому здесь будет использоваться овальная вставка 100 на 200 из 304 марки стали. Это минимальные требования, которые могут быть для газовых котлов. Можете использовать 316? Можете. 321 я не советую. 309 тоже не советую. А вот 304 и 316, то, что доктор прописал. Сейчас мы находимся в котельне. Ведем подготовительные работы по защите отопительного оборудования. Ну, это часть работы, часть монтажа. Поэтому необходимо, неприятно будет, если из-за какой-то пыли повредится газовый котел. Вот эта гофра полностью пойдет на демонтаж. Никакой в шахте, еще раз повторяюсь, трубы никакой нет. И поэтому возникли проблемы. Есть здесь одна прочистка. Она находится внизу, с обратной стороны, на кухне. Но она закрыта, и к ней доступа тоже нет. Поэтому мы будем убирать полностью эту гофру. В Республике Беларусь вы должны понимать и знать, что гофры не запрещены. Насколько мне известно, сейчас, на 2019 год, ни у одного производителя нет сертификатов. Они были на гофру, но они закончились и не продлевали. Если я ошибаюсь, можете поправить. Либо, если вы производитель, дайте свои контракты на то, чтобы именно было сертифицировано гофра для систем дымоудаления. То есть, по европейскому стандарту 1856, часть первая и часть вторая. И здесь ряд у нас ограничений по монтажу. Во-первых, у нас, вы видите, осевое смещение есть. Вот эта ось между котлом и шахтой в районе 15-18 см. Мы здесь будем выходить. Я покажу, как. Это будет очень полезно для тех, кто не знает, как подключить, когда есть ограничения. Потому что 2,90 вы не поставите, оно очень большое. А мы расстрабимся. Также у нас ограничения есть по системам. Здесь установлена вот одна труба пошла и вторая. И если мы ставим 2 тройника, стандартных овальных, то они не помещаются. И никакая подрезка здесь не поможет. Поэтому запчасти были, вернее, тройники были изготовлены под заказ. Я вам покажу. А, даже я вам сейчас их покажу. Вот такой вот тройник 100 на 200 с выходом 2 на 130. То есть, прочистка у нас будет ниже установлена. А вход в сам котел будет выше. Ну и покажу, конечно, один из элементов на этом объекте. Вы видите, как я могу закрыть вот эти монтажные отверстия. Потому что здесь уже дом готов к проживанию. В нем живут люди уже не один год. И потом вот это вот отделывать, это проблематично. Я вам покажу, при помощи какого метода. Ну, по крайней мере, я для себя нашел самую оптимальность. Закрыть вот это монтажное отверстие, которое мы сделаем, где будут установлены тройники. И забыть, чтобы заказчик потом даже не знал, что оно есть. И его это вообще не касалось. Потому что, ну, представьте, сейчас мы раздолбим здесь все, растробимся, вставим тройники, вставим все и оставим вот такое отверстие. Как потом заказчику делать? Так, сейчас расскажу по трубам немножко. Вот овальные вставки, гильзы лежат 100 на 200. Снова же, если вы попали в такую ситуацию, что не знаете, что у вас 130 труба не проходит или 150, то есть такие вот овалы 100 на 200, которые соответствуют 150 круглому диаметру. На раструбном соединении все трубы, это пищевка 304. Да, ни в коем случае 303-дку ставить нельзя. Но это метраж, по нему все очень просто. Этот переходник, он нам не понадобится. Вот колечко уплотнения ставится в конце для того, чтобы загереметизировать. Да, и у меня запросы пошли, продайте кольцо уплотнения, потому что нам другие никто не мог сделать. Нет, я их отдельно не продаю, к сожалению, потому что я также от производителя завишу, поэтому комплект овала идет вместе с комплектом вот такой вот юпи. Это заглушка-пищевочка, тоже 130-я. И вот такие крепления пойдут у нас в шахту. Почему? Потому что у нас вниз продолжение идет шахта еще. Вот эта гофра пошла полностью под замену. То есть ни в коем случае такие вещи не ставьте. Сейчас уже не пропускает. У нас, по крайней мере, газовая служба, кто проверяет бытовые котлы, не пропускает. Да, также видите, вот у меня, к примеру, пищевая-то единица осталась на доборку. Взял просто для подрезки, не понадобится. И вот такая же используется зеркалка. К сожалению, вот эти два производителя не состыковываются, но это нонсенс, а не нормальное положение дел. Но они есть, вот как зеркально, и везде, и здесь 304, и здесь 304. Так и в матовом исполнении. Из-за того, что смещение немножко ограничено, используется трехсегментный угол, а здесь используется двухсегментный угол 45, потому что мы по высоте также ограничены. И вот такой вот экран в дальнейшем для закрытия монтажного отверстия. И снова уже покажу вам уже по концовочке. В сборник конденсата с боковым выходом мы также сделаем слип-канализацию. Покажу, как это делается, для того, чтобы вы не знали вообще проблему с газовым оборудованием, с газовым котлом, ну, с боковым выходом. Да, но об этом не скажите все позже. И вот у нас канализация будет уходить с труба. Вот так выросли результат нашей работы. Гофру мы убрали. Еще раз напоминаю, гофры запрещены в Республике Беларусь, потому что последнюю сертификацию проходили в 2018 году, но у этой фирмы она закончилась. Они не продлевали, потому что спрос на них очень маленький. Жесткие вставки. Здесь 25-ка. Здесь у нее выход, как у современных Вайландов. Несмотря на то, что котел шофер-шефер, у него по паспорту 130-й выход, у него также идет 135-й выход, 135-й миллиметров. О чем это говорит? Потому что стандартная раструбная система 130-я не одевается. Поэтому мы вынуждены были ехать, доделать этот элемент, растягивать. В итоге мы поставили, ну, очень классно все стоит, и поставили вот это смещение, которое я вам говорил, двухсегментное и трехсегментное. Если мы взяли бы трехсегментное колено 90 и четырехсегментное колено 90, то у нас были бы проблемы. Проблемы были в следующем, что мы сместились бы по оси примерно вот здесь, и по высоте мы вышли бы вот сюда. Потому что здесь, ну, уже мы ограничены были вот этим вот расстоянием. Здесь всего лишь 40 сантиметров. И благодаря этому мы уже переделываем работу. Поэтому идеально, когда все идеально. Но мы живем не в идеальном мире. Вот это вот экран поставили, отверстие закрыли монтажное. Это такой маленький совет вам. Если вы не знаете, как сделать, а отделка уже сделана, то это один из способов. Потому что если сейчас там вызывать, не знаю, там, каменщик, шпаклевщик, это все заделать, ну, это очень трудоемкий процесс. Это один из вариантов. То есть, единственное, что вы должны знать, на каком расстоянии делаются вот эти вот два элемента. То есть, вы должны собрать два тройника, примерно прикинуть в две центры, сделать два отверстия. Все. Вот эта заглушка, эта заглушка ревизионная, она открывается. И необходимый элемент для именно обслуживания. В этом сегменте здесь у нас стоит следующее. Угол 90 градусов. Это пластиковая труба. И мы вошли в канализацию. То есть, мы сделали систему автономную. И система пошла. Вот здесь внизу такой маленький гидрозатвор. Для чего он нужен? Для того, чтобы стоял конденсат. Потому что если конденсата не будет, то будет подсасывать воздух. Ну, и вот он здесь очень замечательно видит. Все. И врезались в эту систему. Я, если честно, начал сдвигать, попробовать. Потому что здесь вот соединительная муфта стоит. Но не смог я ее сдвинуть, потому что дом уже старый. Неизвестно. Я уже не рисковал здесь экспериментировать, доставать. Потому что это не моя работа. И в итоге сделали бандаж. Бандаж на 50-й диаметр. И вошли металлопластиковой трубой. Все. Теперь весь конденсат будет стекать вовнутрь. То есть, это такая автономная система. То есть, заказчик, он не должен знать, и вы, как потребитель, что у вас вообще есть котел. Он должен греть. А есть конденсат, нет конденсата, это уже не ваша забота. Это все должно работать автономно. По крайней мере, я такого мнения, я придерживаюсь именно таких вот принципов. Нержавейка 304-я. IC толщина 0,55 мм. И обязательно, если вы решили ставить, если делать сами, то минимум 304-я. Это атмосферный котел. У него открытая камера сгорания. Довольно прожорливая. И 430-ку ни в коем случае не ставьте. То есть, здесь сейчас труба у нас уже теплая. В районе 40-60 градусов. Здесь, конечно, уже масла есть серьезно. Около 80. Ну и дальше газы падают. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Комменбай. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте у меня, конечно, монтаж дымоходов. Монтируйте правильно. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok